Летние каникулы, солнечная погода, все идеально подходит для игры в футбол. 12 команд из разных уголков Алтайского края приехали на стадион Алексея Смертина, чтобы поиграть в мяч. Стоит отметить, среди участников ребята из школы Калмыцкие Муисы, да-да, это Алтайский край. И для некоторых приезд в Барнаул случился впервые. Города мы видели мало, так скажем, только по дороге проехали. Очень рады, ребята. Ну и, конечно, я думаю, что будет ощущение еще богаче после того, как проведут эти игры сейчас. Главная отличительная черта фестиваля – в каждой команде играет девочка. Они наравне с мальчишками вырывают мяч и стремятся забить гол. Правда, полностью раскрыться все же что-то мешает. Не страшно против пацанов играть или они тебе помогают? Стесняюсь столько еще. Стесняешься? Почему? Не знаю. Столько мальчиков, а две девочки. Почему вы должны сегодня победить? Чем вы хороши? Чем ваша команда отличается? То, что мы за друг друга болеем, то, что мы друг друга поддерживаем. И еще пару фишек из регламента фестиваля. Команда играет без вратаря. Чем больше забьют голов, тем лучше. И самое важное – каждая команда, вне зависимости от результата, получит медали и кубки за первое место. В рамках реализации проекта у нас все-таки нацелена на массовость вовлечения детей. Ну а как их вовлекать, как не наградами? Я считаю, что это очень большой стимул, когда все дети получают, то есть все уезжают в отличном настроении. Просто помнят об этом, смотрят, что они участвовали здесь. Добавим, что сейчас в проекте «Футбол в школе» участвуют 72 учебных заведения края, а со следующего учебного года добавится еще 24. Тем самым детей, вовлеченных в этот теперь уже массовый вид спорта, становится в регионе все больше. Собственно, такую задачу и ставят организаторы проекта. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.